В Кемене сегодня стартовал пятый международный социологический форум. Два дня представители власти, ученые, студенты будут обсуждать динамику и изменения в различных сферах жизни. Татьяна Воротилова узнала о ситуации в образовании и к чему сейчас стремятся в этой области, чтобы выпускники были востребованы и конкурентно способны. Знание иностранных языков, академическая мобильность, возможность студента поехать на практику за рубеж – сегодня то, что поможет в развитии образования. Как эффективно работать над этим, социологи и преподаватели вузов обсудили вместе. С одной стороны, у нас выезд высококвалифицированных специалистов наблюдается. За счет высокообразованной миграции, то есть тех студентов, которые у нас обучаются, скажем, из-за рубежа, возможно пополнение этих трудовых ресурсов. В каждом вузе Уральского округа учатся иностранцы, чаще и стран Азии и Африки. Наши студенты в основном выезжают на обучение в Европу и Америку. За этой практикой обмена – будущее. Но уже сейчас российским преподавателям надо искать новые формы подготовки кадров. С каждым днем все настолько меняется, что не успевает все обновляться. Преподаватели, конечно, у них хорошая база знаний, хорошие опыты. Просто немножко пересмотреть методику. Согласно социсследованиям, только каждый четвертый студент считает себя конкурентоспособным. В списках перспективных направлений – робототехника, реэнжиниринг, бизнес-процессов. Это не только IT-специалисты, которые разрабатывают сами информационные технологии. Это те, кто готов осмысливать эти технологии и внедрять их в бизнес-процессы. То есть мы говорим о технологических предпринимателях. Это новые компетенции, которые позволяют современные передовые научные технологии интегрировать уже в имеющиеся бизнес-модели. Два дня представители власти и ученые будут обсуждать современные изменения в различных сферах жизни. Это и занятость населения, и образование, и инновации в техническом развитии. Форум в Тюмени проходит пятый год и впервые вышел на международный уровень. По данным ученых, наших исследователей, почти 90% жителей Тюмени не собираются отсюда выезжать никогда. Эффективность региональных программ власти объясняют большой работой. В ее основе исследования социологов и плодотворное общение на таких форумах. Обмен опытом помогает принять верные решения. Татьяна Воротилова, Владимир Кондратьев, Тюменское время.